Поменяли трубу. И суд их обязал, чтобы они поменяли трубу. И есть решение, меня устраивало это решение. Правильно все. Можно записывать. Да. Ну хорошо, выиграл я суд. Что дальше делать? Иду к этим... Судоисполнителям? Нет. К соседям, нижним. А, добровольно, чтобы... Да, 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 да. Никакой «да» и так далее. Насчет этого есть... Что в течение трех лет надо дать исполнительный... Да, да, да. Я смотрю, больше двух лет проходит. Думаю, что я с ними икрасил, сколько можно просить. А вошел, дал на судоисполнение. Судоисполнитель взял, а я заплатил деньги за... Оттуда из Аргеева, да? Да, офицерна «Виктория» такая. Заплатил за судоисполнение. Приходили несколько раз проверками. И в 2011 году мы проверяли... В 2011 году дал на исполнение. В 2011 году после этого... Шесть лет назад? Да. Ужасно. И часть жильцов третий, четвертый этаж, они выполнили. Они поставили трубу на 32 полипропиленовую, как положено. У второго этажа было под вопросом. Они мне кусочек трубы показали, говорит, а там дальше такая. Что-то подразумевать никак нельзя. А третий этаж вообще нам до сих пор не показывает, какая труба. Приходилось видео из фотографий, покажите. Нет и все. А что дает эта разница? Большая, маленькая труба? Да, у нас резко упало давление воды. Давление, а, понятно. Я скажу так, юридическими словами, с 2004 года, когда поменяли, то мы ущемлены в праве на равноправную подачу к нам в квартиру воды и в употреблении воды. То есть я тоже хочу быть равноправным. Ладно. И что сделала экзектор до сих пор? Выполнила или нет? Получается, что двое выполнено, двое под вопросом. Значит, частично. И вот в 2014 году вызывает судебный исполнитель с первого этажа и говорит, вот, ты не выполнила, я на тебя составляю протокол, что ты не выполнила. Штраф. Я доволен, ну хотя бы, сейчас она получит штраф и сейчас начнет шевелиться и сделает. И вот тогда я говорю, ходил я к этому экзекутуру, ну когда вы дадите? Пока она не начала на меня кричать, что ты задолбался своей трубой всех и все остальное. Я говорю, так, у меня уже нас задолбалось ходить с ведрами к колодцу с пятого этажа. И вы жалуетесь или что? Короче, увидел, что на такое отношение, я подал Республику Молдову в суд по 87-му закону, что не исполняется судебное решение. Выиграл я этот суд. В Республике Молдова 5 тысяч лень штрафы. Типа, получается, что экзекутор нанесла Молдове ущерб. Но в это же время, она когда узнала, она быстренько подсоветилась. У нас были эти споры, и говорит, а мне непонятно судебное решение. Мы ей говорим, иди тогда, обращайся в суд, пусть тебе суд разъяснит. Который? То первое, пятилетнее, да, в области? Через 4 года ей стало непонятно. Я говорю, как сделали протокол неисполнение, а теперь после этого вам непонятно. Ладно, первый раз она Демир направила неправильные, типа, исправить ошибки. Отказано было, она не имела права. Второе направило, чтобы разъяснили решение и как его исполнять. И 18-го числа, февраля 2015 года... Почти два года назад? Да, председатель Одесского суда Почти Вероника выносит, отказывает объяснять все судебное решение, как его исполнять. Мотивируя тем, что якобы судебный исполнитель сдала титульные листы ей, что судебное решение исполнено. Уже? Еще в 2011 году, то есть 4 года назад. Оху. Я говорю, подождите как, а вот есть видео, есть этот протокол, который она у себя скрывает и не дает это. Вот видео, где я записал этот, как она составляет протокол, как она объясняет, что труба должна быть на 32 полипропиленовой. А в Демирсе она у вас написала, труба стоит, при проверке у нее стояла труба на 20. Я говорю, 32 и 20, есть же разница. И чем закончилось? Закончилось тем, что просто закрыли дело, судебное исполнение исполнено. А все только из-за того, что круговая порука среди судебных исполнителей, судов и прокуроров и всех остальных. И трубы остались наполовину широкие? Да, третий, четвертый этаж получается, что стоит такая, как положено, труба. На втором непонятно, не буду точно. Ну, допускай, ладно, пусть будет. На первый этаж категорически не хочет. Что тогда? Я пишу тогда апелляцию. Апелляция также поддерживает судебное решение города Аргеева. Я бегал, чтобы, много раз бегал, чтобы ознакомиться с делом, никак не удавалось. И только в 2016 году, когда еще раз попробовал, дайте мне ознакомиться с делом, выясняется, что есть только один титульный лист с первого этажа. И она сдала этот титульный лист со штампиком. Исполнительный лист. Да, что якобы исполнил. На полгода позже, чем это выносило решение, я задался вопрос. Подождите, если на полгода... А чем ты, чем судья основывался тогда? Пишу снова заявление, дайте мне этот титульный лист, и были ли, когда были возвращены остальные. Она мне дает ответ, что снова, на полгода позже, были сданы все титульные листы. Я тогда начинаю себе задать вопрос, подождите. Ладно, они договорились, там, поддержали дуру. Апелляционная палата, куда тогда смотрела, если я предоставил им, что титульный лист есть, но он без штампика, без ничего. Понятно, не документы. Ну, они поддержали, что исполнено. Но если так, такой подлог, фальсификация таких документов. Я начал обращаться в прокуратуру генеральную, написал в магистратуру, вышел в совет магистратуры, написал в ЧНИА. Прокуратура генеральная мне написала, что в ответе, что судья... Как это... Имени детки поимеет. И нельзя судить. Ого! Магистратура мне дала в таком порядке ответы, что это не относится к нашему вопросу, мы только в дисциплинарном. Единственное, как-то откликнулись прокуратура по борьбе с коррупцией. Я думаю, ну, слава богу, может, сейчас они... Будет порядок, получат по заслугам и судебный исполнитель, и судья. Нет, они взяли, вынесли потом сперва один прокурору постановление отказать в уголовном преследовании. Я написал второй раз уже на имя господина Морай. Он также отклонил. Я им предоставил все доказательства. Смотрите, что в Демерсе написано. Совершенно не сходится Демерс, который написал судебный исполнитель по разъяснению. А, понятно. Написал им, смотрите, есть решение уже высшей судебной палаты по 87-му закону, что судебное решение не исполнено. И поэтому пришли к... Да, и сегодня вот был... Жди, который день инструкции, как его называть? 616 кабинет. Он рассмотрел дело и... Он рассматривал, он, да, выслушивал. Но в процессе я начал задавать. Вот я прокуратуре предоставил все доказательства, в том числе и диск DVD с аудиозаписи суда, вот где первая инстанция отклонила эту. Где вообще не идет речь, что сдано. Судья даже не заявляла в суде, что были сданы титульные листы и все остальное. На видео, где, как я говорю, судебный исполнитель делал протокол на того дебитора, что она не исполняет, даже решение суда, которое, типа, исправить ошибки, но она не имела права демерсо направлять. Где суд тоже написал, что выяснено, что труба стоит на 20 миллиметров. Не та труба, но она не имела права. А те 5 тысяч вам заплатили в государство? Да, 3 тысячи пришло на счет. Почему? Почему я скажу, 3 тысячи мы выбрали сперва, а суд забыл вернуть 2 тысячи, что я заплатил адвокату. И мы повторно обратились. Почему тогда не учли? И повторно, когда уже судились, и повторно эти 2 тысячи вернули. Я жду, чтобы сейчас и 2 тысячи вернули. А, понятно. Они как бы не сразу, но это... Но они все-таки признали, что вам ущемили права. Что ущемили права, что судебное решение... Не выполнено. Не выполнено. А наши... Понимаете, у меня такое ощущение, что самые главные в Молдове это не суд, не прокурор, а судебный исполнитель. Посмотрим, что решит, между которыми инструкциями. Дело в том, что много очень доказательств. Свыше 20 доказательств что-то не исполнено. Я предоставил прокурорам это. Самое главное, я написал, чтобы привлекли к ответственности и судебного исполнителя. Когда в суде выясняется... Прокуратура даже не привлекала, даже не рассмотрела мою ту жалобу. Только на судью. Здесь, когда выясняется, когда я ссылаюсь на доказательства, что вот есть доказательства, я приложил диск туда-сюда. А мне говорят, какой диск? Я говорю, какой? Я сдавал диск... В прокуратуру? Да, в прокуратуру. Судебный говорит, нету здесь никакого диска. Начал обращаться к прокурору. А где диск? Что такое? Ну, пока я обращался, судья говорит, ну все, я его закрываю. Потом вы придете 20-го числа, услышите мое решение. Я сижу и думаю, елки-палки, все мы знаем, что у нас коррупция, коррупция. Но когда еще и сталкиваешься с этим, наверное, мы только думаем 10%, а она намного больше и сильнее. Эти люди, наверное, думают, что я из тех людей, которые становлюсь... Ой, они ошибаются. Ошибаются. Иногда, знаете, как обидно, защищаешь других людей, помогаешь другим. Получается, а с тобой спотыкаешься, тебе козни и кто? Те, кто должен как раз этими заниматься. Защищать наши права. Защищать наши права. У меня такое ощущение, он сидит, о, пришла зарплата, сегодня я пойду зарплату. Меня ничего не волнует. Пошел, получил зарплату, взял отписку мне какую-то, написал там, до свидания, иди доказывай. И у нас такая система еще поставлена. Написал жалобу на судебного исполнителя, написал жалобу дальше. Не помогло первой инстанции, напиши дальше. Написал жалобу на судью, не помогло пиши прокурору, не помогло прокурору, давай пиши дальше. Давай пиши дальше. Пока не дойдет до чеда. Простому человеку только остается всю жизнь. То есть система нас так поставила, что мы должны проходить все это поступенчато. Не жить, а проходить, бороться вот с этим. Из-за трубы? Из-за трех метров трубы. Я когда некоторому рассказываю, некоторые смеются, как? Да я говорю, я уже сам предлагал, дайте я сам поменяю трубу. Это будет стоить несколько сот лет. Отдельно стояк поменяю. Судья с судебным исполнителем, это они умышленно сделали так, что я подозреваю. Потому что понимала судебный исполнитель. Если сейчас судья разъяснит это решение, то чем я занималась тогда еще четыре года, они решили, давай мы законы делаем, а он пусть ходит по инстанциям, пусть воевает. Это уголовное дело, никому не это дело. Да.